Первое пленарное заседание нового созыва Общественной палаты округа состоялось во Дворце культуры юбилейный в условиях пандемии, а потому индивидуальные средства защиты и социальная дистанция стали немаловажной частью встречи. К собравшимся обратилась Нина Константиновна Крылова, многоопная член организации. Статус члена Общественной палаты не только почетен и высок. Он возлагает большую ответственность на гражданина. Поэтому, предоставляя большие возможности члену Общественной палаты для проявления инициативы, на члена Общественной палаты возлагается большая ответственность. Член Общественной палаты должен постоянно помнить об этом и, чтобы не забыть, нужно в тесном контакте работать с основополагающими документами, вложением, регламентом и кодексом этики. Кроме того, для каждого члена организации это настоящая работа, только на общественных началах. Потребует подчас самоотверженности, большой самоотдачи, много сил, времени, подчас и личного времени, не говоря уже о знаниях и жизненном опыте. К новоиспеченным членам Общественной палаты обратился первый замглавы округа Алексей Малкин. Он поздравил собравшихся с избранием и зачитал приветственное слово главы. Верю, что вы достойно проявите себя на этом поприще, приложите максимум усилий в достижении общественно важных целей. Помните, что мы с вами одна команда. Совместными усилиями мы сможем сделать все больше и лучше. Каждый из вас уже доказал свою инициативность, целеустремленность и неравнодушие. Но впереди большая и плодотворная работа. В составе Общественной палаты как новые члены, так и закаленные работой в предыдущих составах. Всего 45 активных жителей нашего округа. Первый вопрос повестки – избрание председателя. Желающих возглавить общественную организацию оказалось немного. Работа сложная. Из предложенных кандидатур директор гимназии номер один Александр Елисеев. Кто за кандидатуру Елисеева Александра Викторовича? Кандидатура была принята единогласным решением. Спасибо за доверие. Еще раз повторюсь, я думаю, мы будем с вами вместе, совместно, как сейчас прозвучало из зала, выполнять нашу непростую, хлопотную, но такую необходимую работу. Следующий вопрос повестки – избрание заместителей председателя Общественной палаты. На эти должности были избраны Марина Зубова, заведующая детским садом номер 3 «Белочка» Нанета, структурное подразделение лицея номер 22 и замдиректора школы номер 4 Светлана Сайгушева. Кроме того, был утвержден регламент и сформированы специальные комиссии. Эти комиссии будут вести работу по отдельным направлениям, которые охватывают все сферы жизни округа. После обсуждений было принято решение сформировать 10 комиссий, и в каждую избраны председатели. Впереди решение массы организационных вопросов. Для многих это первый подобный опыт. Но в ближайшее время Общественная палата округа должна начать полноценную работу. Денис Нитков, Дмитрий Волнов, Новости Искровект.